В Центральной городской больнице и перинатальном центре города Хосевюрт сотрудники Управления гражданской обороны чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности провели встречу с медицинским персоналом, где говорили об основных причинах пожаров и о правилах поведения при их возникновении. Чрезвычайные ситуации на социальных объектах относятся к повышенно опасным и сложным, рассказывают специалисты МЧС. Хотелось бы обратиться к заведующим отделениям, конкретно именно тем, которые отвечают за пожарную безопасность на своих отделениях. Необходимо проверить в своих отделениях работоспособность противопожарной сигнализации. Работает она или нет, в первую очередь. Потому что если не функционирует пожарная сигнализация, даже в каком-либо даже малейшем задымлении, если она не сработает, естественно и руководство, и заведующие, и работники данного отделения, они не будут знать, что произошло возгорание. То есть, если есть какое-то маленькое задымление, попадает на кассету, то есть на ячейку возгорания, имеется в виду, который установлен пожарный сигнал, срабатывается пожарная сигнализация, звуковым сигналом, внимание, пожарный, медленно покиньте издание. Ваши действия в этих случаях какие должны быть? Немедленно приступить к эвакуации. То есть, в многих учреждениях города все запасные выходы, они захламлены, закрыты. Нету туда доступа свободного. Вот эти стрелки-указатели выхода, которые находятся у вас в отделениях, направление выхода, их для чего вообще устанавливают? Для того, чтобы, да, вы здесь работаете, вы знаете расположение здания, лестничные пролеты, откуда выйти. Это установится для того, чтобы те люди, посторонние, например, посетители, вдруг, если они окажутся в вашем отделении, и не дай Аллах, возникнет такой от него пожарный очаг возгорания, чтобы они знали, посмотрев на эти стрелки-указатели, высот направление в какую сторону. Не надо устанавливать на потолке, есть норматив, полтора метра высотой от пола, на уровне гладки. Во многих объектах запасные выходы, например, не определяются светящим таблом запасной выход, или не клеят светящиеся наклейки, например, с надписью запасной выход. Я, например, сюда приду, я не узнаю, что это запасный выход, потому что нет указателя к этому запасному выходу. Переточные средства пожаротушения обязательно в каждом отделении проверьте их в работоспособность. Работают или нет, здесь есть строк. Показательные учения, которые специалисты Управления гражданской обороны организуют для медиков, очень полезны и проводятся регулярно. Персоналом медучреждения была проведена беседа о правилах поведения при возникновении пожара, а также был проведен инструктаж по применению огнетушителя. Что вы должны знать? У нас обычно в больницах, в социальных наших объектов, везде везде висит порошок огнетушитель. Они есть пенные, углекислотные, которые применяют пену на заправках, в кислотных архивах этих, где ценные вещи, чтобы не использовать. В социальных наших объектов везде висит порошок огнетушитель. Ничего сложного, ничего опасного в его применении. Многие женские коллективы, я боюсь его, вдруг с ним что-то будет, он взорвется. Ничего не будет абсолютно, хоть его с пятого этажа выкинем. Осмотрели, инучители, в рабочем состоянии нет для начала. Если вы видели очаг возгорания где-то, затмелилось, с ним можно потушить небольшой очаг возгорания, чтобы вы для себя знали, если вдруг где-то, 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 что-то, как-то, по мелочи, вы можете с ним затушить. В любом случае, даже при любом озадор 열нике, вы должны вызывать пожарную охрану, но но при прибытии пожарной охранности вы увидите, что вы можете своими силами затушить. Попытаться вы должны применить огнучитель. Для этого вы берете огнучитель, допустим, вы знаете, сняли огнучитель. Вот здесь вы видите, датчики. Вот здесь красная и зеленая. Вот здесь на зеленом рабочем состоянии. Вы убедились, что он рабочий, сняли состояние, убедились, что он рабочий. на зеленую стрелку, стряхнуть ее пару раз. Для чего это делается? Потому что по инструкции полгода один раз по пожару нужно взять, стряхнуть и повесить на место. Вот видите, помбу. Сняли помбу. Она выдергивает очень легко, это пластмассно. Выдергивает кольцо. Выдергивает кольцо, подошли к очагу возгорания на 1,5-2 метра. Соответственно, сами видите, как подойти, что горит. Если вы не успели отключить с рубильника, до 1000 вольт вы можете смело тушить, как бы оборудование у вас не стояло в полицах, в палатах. До 1000 вольт, если она загорелась, вы не можете ее от розетки отсадить, чтобы вас не ударить током, не боясь, можно подойти и тушить. Далее по программе работникам управления гражданской обороны были заданы вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы. Также сотрудники управления выразили готовность оказать полную консультативно-методическую помощь по проведению эвакуации пациентов из здания при возникновении чрезвычайной ситуации. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы при возникновении реальной опасности медработники знали, как действовать и что необходимо сделать в первую очередь. Царема Хайбулаева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа Пульс.